Друзья, здравствуйте! У нас образовалась такая офигенная авантюрка. Авантюрка заключается в том, что у нас идут праздники, 4 дня, и хотелось поехать на море. Но учитывая стоимость газа 15,50 и расход моего автомобиля порядка 13 литров, наверное, по трассе, тудым-судым нужно 130, 260 и там еще покататься, где-то литров 300 газа, по 15,50, посчитайте, сумасшедшая получается цифра. Поэтому было принято решение смотаться в Одессу на Тесле. И тут вот хочется такой вопросик. Во сколько у нас станет времени это все? Сейчас времени у нас по факту без 15,7. Покажи на телефоне время на своем, перед экраном. Или на часах. Без 15,7 сейчас у нас времени. Где-то сейчас нам еще поехать нужно кое-что забрать. Где-то, ну, может, в пол восьмого мы будем выезжать из Харькова и будем валить до Одессы. Хочется сегодня же попасть еще в Одессу. Посмотрим, сколько это у нас займет времени. А еще у нас предстоит гоночка очень интересная. Но об этом немножко попожа. Она у нас будет с Киева до Одессы с еще другим автомобилем. Короче, смотрите. Будет, я думаю, очень интересно. Ну и погнали. Ну и получается, вот у нас сейчас... Мы проехали уже 10,5 километров. Обнулили счетчик. А, не 10, вот. 6 километров мы проехали. 10 километров это с зарядки мы проехали. 6 километров мы обнулили счетчик. Вот проехали 7 километров, 250 киловатт в час пока потребляет. На самом деле это большой показатель много. Аккумулятор. Нам еще показывает, что нам хватит на 370 километров. Ну, как видите, машина заряжена на 90 процентов. Неполная. И времени у нас... Времени у нас... Ну, 6.50. Ну, где-то в 7.30 я планирую выехать. Ну и, короче... Короче, стартуем, друзья, и погнали. Красиво, господи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы подъехали к зарядке в Полтаве. Шадема автоэнтерпрайсовская. И по заряду. Что мы имеем? По заряду мы имеем... Остаток 50% батареи на 201 километр нам еще. И проехали мы за весь этот период. Вот мы проехали 159 километров с прошлой зарядки. 198 ватт на километр мы потратили энергии. Ну, все. Сейчас становимся, заряжаемся. Времени, кстати, у нас 8.40. Ну, час 10, грубо говоря. Мы доехали до Полтавы 160 километров. Сейчас заряжаемся. Посмотрим, сколько пройдет зарядка. И двигаемся дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Включили мы зарядку. И у нас сейчас показывает, что подается 196 километров в час. Зарядка. Вот у нас сейчас уже заряда 213 километров. Времени у нас сейчас 9.07. И 200 километров за час, короче, навалит. Ну, будем ждать. Вот 98 ампер. Будем ждать, пока довалится либо до полной. Ну, где-то часик постоим, наверное. И потом тронемся дальше. Идем кушать. Идем кушать, да. Кушать. Ням-ням. Кушать. Ням-ням. Ням-ням кушать. Пойдем кушать. Прошел у нас час времени, как показала зарядка. Можно было, кстати, где-то минут на 20 раньше. Но мы кушали. И прямой эфир снимали. Короче, мы задержались. Машина до 100% зарядилась. 393 километра показывает. Вот обнулился моментальный этот счетчик после последней зарядки. Ну, а так же остается. 155 километров. Ну, там 160. Мы чуть позже его обнулили. 199 ватт на киловатт. Пойдем покажем на зарядке. Времени сейчас, кстати. Вот. 10-15 времени. Ну, и на зарядке показывает, что 62 минуты. Хотя реально можно было на 20 минут. На 20 минут раньше можно было бы, конечно, уехать. Ну, и вот получается у нас. Показывает. 62 минуты мы стояли. Зарядились мы на 40 киловатт. Зарядились до 100%. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что-то больше не вижу. Объем зарядки вот. 39,99. И сумма зарядки составила 40 гривен. Ну, короче, друзья, у нас все. Следующая остановка у нас, по идее, пырятен. Хотя, может быть, где-то еще и раньше остановимся. Посмотрим, как будем валить. Поехали. Поехали. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. короче друзья ну что такое на самом деле вот путешествие на электрическом автомобиле это самая главная инфраструктура то есть у тебя должен быть развит сервис благодаря которому ты сможешь путешествовать и вот сейчас мы получается проехали подъезжаем мы к заправке око где она тут где-то должна быть он сейчас навигатор говорит мы проехали на данный момент с прошлой зарядки заправки сейчас у нас остаток 197 километров он кстати оковская заправка где trip вот после заправки вы проехали 180 километров потратили 19 с половиной киловатт на 100 км ну то есть мыра половину по разрядили батареи желательно бы нам сейчас зарядиться потому что до киева чтобы не ехать напряг а ехать так точно так же как мы ехали особо себя ни в чем не ограничивая вот заправка око здесь показывает что есть скоростная зарядка в приложении plug share вы можете все зарядки посмотреть по украине и вот мы сейчас приехали на эту заправку око и попробуем тут зарядиться а сейчас начнется самое интересное вот вы видели заправку авто enterprise в прошлом когда мы останавливались полтава мы подошли воткнули на данный момент пока не работает это в автоматическом режиме сейчас допиливают софт обычные зарядки которые по по городу работают не супер чарджи блин какой мотоцикл ты видел прям сзади как кресло полноценно этот который там обычные стандартные зарядки по харькову они работают просто подошел воткнул и сразу машина начинает заряжаться супер чарджи пока так не работают допиливают софт но тем не менее мы подошли воткнулись в этот шнур и этот позвонили оператору нас включил назвали вин код автомобиля ну можно заявку отсылать ну про можно просто вин код автомобиля назвать и тебя включают то сейчас вот я к этой за заправки а эти заправки насколько я помню этот какой-то там этот назар бабай какой-то короче не не помню как шимон херун какой-то хер короче он наставил зарядок по городу и там по стране не знаю сколько их там штук всего может десяток по всей стране с инфраструктуру человек развивает понимаете и в прошлый раз мы по моему здесь останавливается не работала вот прошло бы наверное уже месяца 4 на 1 того момента как мы ездили в киев на открытие автосалона мы сейчас проверим что-то изменилось вообще в этой жизни или нет потому что прошлый раз мы не доехали из-за того что эта зарядка не работала мы на нее понадеялись приехали она не работала сейчас мы проверим она работает или нет для этого нужно сходить вовнутрь и насколько я помню попросить шнур пойти покланяться нужно потому что просто так здесь ничего не получится зарядиться поскольку шнурочек извините там и мы за него ответственные так что так мы пойдем сейчас просить шнур я не знаю сейчас где-нибудь на на припаркуюсь и настя со стороны все это дело скрытую съемку да чтобы народ не пугать не смущает да не смущает народ чтобы нормально к этому этот отнеслись все я пойду пробивать обстановку мы это то можно шнурочек на теслу ну вас электрическая зарядка там шнурочек можно а то а тут двое я хам у нас не кроме роба то спасибо приятная женщина ничего не скажешь но все равно нужно пойти покланяться для того что если хочешь зарядить машину нужно прийти покланяться дайте пожалуйста проводочек зарядиться ну блин ну неправильно это все так короче что мы делаем берем шнурочек одну часть включаем сюда до щелчка ну дальше некуда пихать переходничок потому что без него не подойдет а теславского шнура чисто по теслу у них нет и включаем машину и что происходит а происходит ни ху я почему я и вы то я вам потом покажу но я понимаю потому что не не блокируется шнур просто о о о о синеньким видно видно синеньким смотри синеньким есть а нихуя все равно не тю блин я думал получилось но давайте будем еще пытаться а о есть и за него получилось 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 ура мы зарядимся максимум говорит может дать 32 ампера стартинг ту чардж о и пошла зарядка и вот она может давать сейчас 32 километра в час то есть в тот раз мы зарядились за час до полной батареи приблизительный расход был точно такой же разряжена батарея сейчас сейчас у нас показывает что мы будем заряжаться здесь пять часов пятьдесят пять минут пять часов сука пятьдесят пять минут чтобы зарядиться на такое же расстояние потому что дает 32 ампера это же понимание даже не хуже чем зарядки которые выдают обычные в харькове даже те по 40 ампер выдают а это выдают целых 32 ампера ну постоим чуть-чуть здесь по заряжаемся и поедем дальше стоим надо зарядиться как то что делать какие варианты не вариант есть вариант есть такой что через километров пять отсюда есть авто интерпрайз супер чардж но попробуем же здесь на сколько она работает чуть-чуть постоим минут десять да поедем дальше короче жизнь налаживается машина простоя лиза вам было время на насколько мы показывали на минут пять вот сейчас столько времени напряжение упала вольтаж упал до 23 и сейчас нам уже показывают что мы будем заряжаться восемь часов и пять минут веселуха я шнурочек вам отдам он что-то пишет восемь часов буду заряжаться но это очень долго долго заряжается да понятно спасибо до свидания ну вот такими несложными манипуляциями всего лишь одним звонком вы элементарно включаете автомобиль без всяких там дрочек вот это как только что мы на око делали ну мы понимаете мы не стали ждать восемь часов пока зарядится автомобиль мы переехали буквально тут по моему пятьсот метров сейчас пойдемте покажу сколько она выдает зарядки ну и вот смотрим выдает сейчас 99 ампер 98 ампер 190 километров в час то есть соответственно нам нужно дозарядиться еще столько же сколько у нас есть 190 километров за час мы полностью машину зарядим друзья как то так понимаете не мало того чтобы просто поставить зарядки зарядки должны вам помогать ездить на автомобиле и вот данное наше путешествие стало возможным только потому что компания авто интерпрайс вложила кучу нормального бабла чтобы поставить вот такие вот зарядки на всем пути тут каждые 150 километров 180 получается стоят зарядки и вы элементарно можете зарядиться то есть обычные скоростные не скоростные обычные зарядки еще на пути есть нас интересовал именно супер чардж потому что нам нужно зарядиться быстро как то так друзья ну все мы тут час пол часика подзарядимся до Киева нам этого хватит и в Киеве пойдем в киношку и зарядимся еще полностью до отвала и поедем на Одессу пока с этим все времени кстати у нас сейчас 1250 очень удобно когда на каждой заправке есть вот такая вот кафешка в которой можно посидеть покушать мороженое и на самом деле убить полчаса которые пролетают моментально пока малышка твоя стоит заряжается сейчас полчаса короче порулим пока покушу не мороженое полчаса на самом деле мы на прошлой заправке провели час ну и то мы просто трансляции долго обещали как-то задержались хотя можно было 40 минут посидеть ну и тут сейчас полчасика по пыльненькому и дальше двигаемся в путь времени у нас сейчас дня короче друзья времени у нас 13.30 мы конечно намного быстрее мы планировали полчаса но простояли здесь 45 минут машину задули практически полностью но вопрос стал с тем что мы пока полетали это очень долго все время занимает пока квадрокоптер настроили пока полетали соответственно провели 45 минут хотя планировали полчаса все друзья ну мы двигаем на Киев нам тут осталось 150 в Киеве еще задуваемся пойдем сходим наверно в кино если будем по времени успевать и прям дальше на Одессу но уже с гонками с очень интересными все погнали а 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 постбал я электро зарядку у нас один украли а второй я не знаю я сомневаюсь что вам подойдет я вам сейчас покажу на той стороне толще просто этот который стандарт нет ну да это не подойдет только на той стороне только на той стороне да а не знаете вообще что со скоростью здесь мель не очень да я понятно даже мучаться не буду спасибо короче еще одна заправка ока и ситуация ни хрена не меняется мы где не остановимся шнура нет тут шнуры где-то на другой стороне кстати на другой стороне заправку а у нас там вдалеке есть короче эти коты на другую сторону возьмите там шнур и вашу со скоростью а за скоростью говорит ну плохо но опять та же ситуация опять какие-то 8 часов нужно заряжать машину если бы не компания авто интерпрайс сущному вообще возможности реальность передвижения по территории украины на электроавтомобилях было бы полностью невозможно потому что вот эти зарядки которые стоят на око во первых их всего по моему две штуки с харькова а во вторых на них невозможно зарядиться тут то есть это нереально стоять 8 часов и заряжаться это полный бред я не знаю компания авто интерпрайс она правильно движется в этом направлении с зарядками и они делают возможными вообще существование электроавтомобилей в украине ну короче мы двигаемся дальше поедем на атмосферу зарядимся там опять на зарядке которая нас задует за час не подвинем дальше на одессу времени у нас сейчас 15 10 по подсчетам мы ехали получается семь с половиной часов но хочу заметить во первых у нас заряда 180 километров еще соответственно мы приехали ну по практически с половиной батареи соответственно но мы это делали осознанно для того что нам ехать дальше если учитывать что нам нужно было бы добраться только до киева то реально мы могли бы меньше заряжаться по крайней мере на последнем чарджере вообще не заряжаться даже мы нам бы запросто хватило доехать и мы бы сэкономили час времени отнимаем сразу час семь с половиной шесть с половиной часов это раз и второе второй момент мы снимали по пути много видео мы на первой зарядке потеряли буквально порядка 30 минут потом еще на двух окка мы за него этот останавливались посмотреть работают они или нет по дороге останавливались всякие виды снимали для того чтобы вам все это показать и того я так понимаю но еще час бы наверное ну полчаса как минимум у нас бы получилось бы приехать меньше ну 6 часов 500 вот сейчас мы получается проехали где у нас вот до 475 километров мы проехали ну до шести часов на электромобиле затраты на поездку у нас составили сюда ноль ну реально ноль а если за это за все веселое мероприятие бы мы платили то вот мы заряжались на одной зарядке она показала что нам это обошлось 40 гривен но учитывая то что зарядка поминутная и ты платишь не за киловатт и а за то время которое ты стоишь а мы там простояли лишних 20 минут то реально я так понимаю ну в гривен в 30 бы нам бы обошлась то зарядка таких зарядок у нас по большому счету было две бы тогда если мы ехали только до киев и поездка с харькова в киев на электромобиле стоит 60 гривен если за это платить на станциях авто enterprise скажите тут напишите в комментариях сколько вам обойдется дорога на обычной бензиновой машине ну вот у меня с расходом в 13 на финики 12-13 газа это бы обошлось в приличную сумму электромобили рулят как по мне друзья ну а дальше сейчас мы встречаемся с мишей и у начинаем устраивать гонки до одессы до одессы мы на тесле он на лифе это будет очень весело и занятная лошара потому что люблю только наваливать как экономить толком я не знаю а он прожженный чувак который уже сотик навернул 100 тысяч на лифе уже проехал он я не за пол европы на нем переколесил это будет очень занимательная гоночка все поехали